В Волгограде сегодня полностью открыт для движения автотранспорта путепровод на площади Возрождения. Работы здесь начались в начале года, больше и самая сложная их часть уже завершена. Окончательно же этот стратегически важный объект подрядчики обещают сдать к началу декабря. Репортаж Анжелики Анцепиной. Мост на площади Возрождения чуть не закрыли по решению суда, как путепровод на Латашинке. Но это фактически отрезало бы север Волгограда от центра. На ремонт объекта из городского бюджета было выделено почти 50 миллионов рублей и работы начались в феврале. Весной укрепляли опоры моста, затем приступили к замене дорожного покрытия. Автомобилистам, как и пешеходам, пришлось пережить несколько неприятных месяцев. Пробки постоянные. Просто неудобно, что, конечно, большие были. Пешеходы тут бегали, как не знаю кто. Пару раз чуть не сбили. Тупо полтора часа в пропуске стояли, чувствую, что нормально стало. Сроки для подрядчика были довольно жесткими до середины декабря. Объект оказался сложным, признают сами специалисты, ведь движение здесь крайне интенсивное. Приходилось работать и днем, и ночью. Менялась проезжая часть полностью, начиная с выравнивающего условия. Гидроизоляция нового поколения была поселена. Применялось верхнее покрытие асфальт, которое хорошо зарекомендовало себя. В общем, все технологии передовые применялись на этом объекте. Дорожное полотно отремонтировано полностью, но это еще не конец истории. Следующий этап ремонта начнется после того, как будет доделан тротуар, ограждение и разметка на парапетах. На все это сами подрядчики отводят дней 7-10. Мы сейчас будем еще работать в подмостовом русле, необходимо будет, или пространстве точнее, необходимо будет еще выполнить работу по конусам. Есть тоже проблемы. Проблемы есть какие? Это немного нас сдерживает железная дорога, потому что они дают свое время на окна. У них тоже, оказывается, есть свои проблемы, где не хватает специалистов. Железнодорожный мост был построен еще в 60-х, и это первый ремонт за время его существования. Организация, выполнявшая работу, дает гарантию на 8 лет. Это стандартный срок для путепроводов. Мы здесь проверяли еще месяца полтора-два тому назад. Первый раз увидел исключительно качественную работу. Вы помните, мы проверяли под мостом, спускались, смотрели, как укрепляли балки. Для путепровода на площади Возрождения понадобится дополнительное освещение, но для этого нужна будет специальная подстанция. А уже в ближайшие дни трамваи снова будут останавливаться на обновленной станции. Анжелика Антипина, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба». Ахтуба.